Ежедневно жители этого участка улицы Свердлова вынуждены убирать возле своего дома кучи мусора. Горожане сетуют, что прямо возле их окон поставили контейнеры, которые не только портят вид улицы, но и приводят к антисанитарии. Раиса Дмитриевна пенсионерка, в прошлом работала в больнице рентгент-лаборантом. Как только они с мужем купили дом, здесь сразу же поставили эти злополучные баки. И эта проблема не дает им жить спокойно уже 13 лет. Один раз только убрали, мы тоже писали, убрали при Доценко. Доценко был такой глава. Мы тоже ему ходили, писали петиции, он нам действительно пошел на уступки. Но через время опять эти мусорники привезли и сказали, нигде они не могут прижиться, только возле моего дома. И возле их дома. И я не знаю, во-первых, летом это страшное дело. Мухи, вонь, это же все выкидывает люди, все, что негодное. Это же не то, что там отдельно пищу, отдельно такое. Все вместе, это страшное дело. Соседка Раисы Дмитриевны, Лариса Ивановна, рассказывает, что окна ее кухни выходят прямо на улицу, где расположены альтфаттеры. Они не могут открыть окна, особенно летом, потому что залетают мухи и доносятся зловония. Кроме всего, у них в семье маленький ребенок, за которого очень переживают, потому что он просто вынужден дышать загрязненным воздухом. Я уже чувствую просто себя дворником, которому не платят деньги. Каждое утро начинается с того, что я беру метлу и выгребаю вот этот весь мусор. Это просто невыносимо. Как рассказывают женщины, со своей проблемой ранее они уже не раз обращались к городским властям и в санэпидемстанцию. Но им отвечают, никаких нарушений нет. А чиновники просто предлагали горожанам заняться благоустройством мусорных площадок. Эпидемслужба дала нам разъяснение, что как будто у нас нормы соблюдены. Вот у нас кухня, окошко, и вот сколько здесь, 7 метров, 5 метров до жилого помещения. Разве это санитарная норма? Просто обманывают людей и все. Сейчас мы обратились опять в исполком и нам дали ответ, что они вроде как согласны перенести, только чтобы мы построили сами мусорную площадку. А где по городу, кто строит сами жители мусорной площадки? Это же не в нашей компетенции. Люди недовольны таким к себе отношением со стороны властей. Как рассказали о керманце, на днях у них даже произошел пожар. К счастью, огонь смогли погасить сами, но страху натерпелись. Ведь прямо около мусорных баков находятся жилые и хозяйственные помещения. Кто-то в этот бак кинул уголь недогоревший. И это все как загорелось. В один бак кинули цуценят, кутят. Девять штук живых. Новорожденных. Новорожденных. И они еще живые, они пищали. А в этот, ну, кто-то кинул, люди кидают, что хочешь. Боже, огонь! Мы с мужем вышли, водой заливали. Потом этих кутят освобождали. Ну, это страшное дело. Как рассказали горожане, они будут и дальше обращаться к властям. Ведь жить рядом с мусорными баками люди не могут. А пока проблема о керманцах остается нерешенной. Елена Малаеван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ.